вот сразу же 2 поклевка еще перекинуть не успел он о о пошел паровоз паровоз смотрите паровоз хорошая должна быть должен быть хорошие ребята удочка хорошо гнется всем привет сегодня мы с мая приехали на рыбалку мая там воды наливает мая мая делает протеиновый коктейль я буду рыбачить моя будет собирать ягоды в общем надеюсь будет интересно всем приятного просмотра ягодки вот здесь прямо растут смотрите здесь вообще их много прям не отходя как говорится от кассы можно ягоды вот покушать ягоды очень вкусные на них можно даже попробовать карпа половить такие сладкие так ладно времени буду терять у нас всего несколько часов на рыбалку сейчас время где-то 3 часа дня будем сидеть до вечера вечерний клев ждать здесь вот карпы обитают крупные иногда даже видно как он выпрыгивает ну какой-нибудь крупный экземпляр сейчас где-то в карповый спиннинги с горохом закину и буду сидеть ждать сейчас пока вещи с машины доставал увидел как большая голова такая высунулась выбранного карп где-то в районе метров 50 наверно или карб был или белый амур здесь еще белый амур крупные есть тоже так что уже есть интригующий момент сразу оставлю врагательную здесь на карпушу не терпится закинуть побыстрее и ожидать поклевку этой крупной мощной рыбы так вот так вот рогатины установлены и сейчас карповое логово будем кидать спиннинги спиннинги у меня от компании каида 390 карповый там тест так здесь вот написано нет другой удочки написан что-то там около 100 140 грамм тест катушки 7000 такие вот крупные основная леска 035 шок лидер 030 5 из лески или есть еще 0 3 сплетенки так кормушку такая стоит где-то 70 грамм и крючок но по-разному у каждой компании нумеруются там какие-то компании один номер у каких-то другой я сберу такой чтобы две горошины на него помещалось так с прикормки у меня с прошлой рыбалки осталось пшенной сперловой каши так вот она она уже старая такая сейчас ее пока не буду использовать сейчас я хочу свеженькую сделать вот мне такая смесь есть смотрите здесь прикормка кукуруза натуральная конопля плюс горох и еще наверно разбавлю сейчас или вот такой вот прикормкой тоже от компании карпа мания карп тути-фрути или вот такая вот прикормку мне еще здесь с прошлой рыбалки осталось вот карп сазан тоже сладко тоже тути-фрути малина шоколад бетаин сейчас я вам покажу компанию карпа мания забьете загуглите в интернете забьете там в поисковой системе она вам выдаст вот эта серия карпа мания еж рыбак называется ведь вот здесь такой этот рыбак с большим карпом в руках посмотрим может мне тоже повезет запах очень вкусный так ну давайте поехали замешаем прикормочку быстро вот пока много не буду замешивать нас рыбалка ненадолго рыба плескается сейчас вот карась выбрану не карп здесь тоже интересный запах такой с горохом там с коноплей с кукурузой такая смесь на крючке буду горох насаживать вот такой вот горох я сварил я его покупаю в магазинах где продаются как комби корма цельный горох я его замачиваю 12 часов в холодной воде потом через 12 часов я его варю примерно около часа на медленном медленном огне и вот такой вот горошек получается для карпа все вот это я замешиваю получится такая смесь немножко воды добавлю сейчас пойду это вот здесь вот водичка есть буквально немножко так вот брызну просто так сейчас перемешаю чтобы она лепиться начало вот она уже как пластилин становится буквально пару минут готова запах то какой ребята вообще суперский все вот ведь он мнется как пластилин уже даже можно лепить сюда вот кормушку когда торопишься всегда обычно чем-нибудь запутаться это все быстро распутывается иногда быстро надо нет вот так вот погодка классная жара спала на это вот жарки дни были сейчас вот несколько дней даже неделю где-то стоит такая погода не жарко и посмотрим как рыба будет в такую погода вообще себя показывать кормушку забил сейчас пару горошин насажим на крючок сажу две горошины чтобы постараться отсечь мушки летают прям глаза залетает отсечь сорожку здесь сорожки очень много вот одну горошину насадил вот второе некоторые горошины треснут потрескавшиеся поэтому более-менее целую ноги выбираю вот так вот видите вот это одна опять лопнула иногда вот горох хороший попадается когда покупаю который такой крепкий иногда вот берешь и он такой прям хрупкий не знаю за чего это может сорт такой может быть хранение такое разное у них сейчас не знаю получилось нет хочется стопроцентным быть уверенным то что не слетит до горох поэтому очень щепетильно отношусь к насаживанию гороха волос не использую мне как бы что-то вас на оснастка как бы не под руку вот так вот сейчас отлично крепко сидится и крючок зарепляю в эту кормушку чтобы она при полете чтобы поводок не запутался вот видите вот такая снасть все будет на дне вот так лежать как вишенка на торте будет горох сверху и будет карп высасывать потихоньку прикормку и крючок засосет пальцем проверяю чтобы не запутано было ну все первый заброс обязательно попросить поседона чтобы рыбу дал давай ловись карпуша большой при большой поседон параду нас хорошо пошла есть первый заброс есть прям возле монтой коряжки там возле нее карпу прыгнет бывает прям туда металл 1 и вот так от коряжки влево уйду потихоньку посмотрим вот сейчас карась сыграл а до этого в том месте карпут вышел может ходит кормится здесь посмотрим фрикцион расслаблюсь чтобы он затрещал если клюнет пересчетка сработает также есть такой момент то что спиннинг желательно не под углом ставить чтобы рыбы лучше засеклась а вот прямую с леской сделать так ну все сейчас следующие спиннинги тоже закину потом что-то интересное будет включимся что вот я четыре спиннинга закинул пока сейчас может еще слева справа там закину парочку повешу вот так вот на леску колокольчики вот так вот если что-то клюнет услышно но этот полюнард ягоды сейчас кушать после того как закину наверное даже фидер не буду сегодня бросать потому что думаю буду мешать карпа если он подойдет там например будет осторожный я его напугаю скорее всего этой кормушкой фидеровской ну вот этим киданием вытаскиванием все равно там на фидер только мелочь попадается здесь пуску лучше спокойно карпа удилище стоят и если клюнет карта клюнет если нет уж так нет сегодня в общем такая пробная рыбалка чисто карповая будет пускай сюда тоже сейчас подвесим вот так еще может карась есть он тоже зазвонит ягоды прям здесь вот смотрите растут вот они прям видите прям собирай кушай в этом году то ягоды есть он нормально можно в этом году пособирать покушать в том году не было в этом году такое более дождевое лето поэтому ягоды есть а в том году засушливое было мы примут здесь спиннинги стоят вот там вот здесь вот ягоды растут видите вот они прям собирай сколько хочешь мая вон там он в кустах собирает вот здесь вот колокольчик сюда зашевелился вот этот а вот-вот-вот здесь какая поклевка там что-то может быть приклевывается может кормушку толкает карп в общем все таки это донка провалилась которую я говорил то что есть поклевка вот надо вытащить проверить там я думаю рыба возможно сидит сейчас посмотрим а вот она вот она дергается кстати вот вот видно как что-то там сидит может к рыбу куда-то зацепилась но не крупная что-то судя по поклевке может какой-то плотвичка может карасик что-то не крупная сейчас вытащу проверю посмотрим что-то уже давно там сидит к ручей все никак не туда не сюда спацак возьму на всякий случай я думаю то что это или не крупный карасик или плотвичка все-таки ничего себе в сторону ведет карась наверно карасик есть да сдайте сда на друзья это карась он уже давно сидел на крючке никак не дает себя в руки взять вот такой вот первый карасевич попался на два гороха два гороха я посадил чтобы вот эти он все равно попался вот такой вот красавчик вот такая засечка смотрите вот такая засечка видно вот крючок как вот такой красавец первая рыба поймана все можно ехать домой на дальние дистанции взял там где карпы голод в том месте они тоже ходят видимо главное сейчас его водичку закинем ведро и снасть перекинуть надо будет вот хорошо я сделал то что вытащил проверил на час карась бы там сидел бы все это время и карбы не смог плюнуть такой какой-то длинный он тело какой-то длинный у него здесь вот водички наберем сейчас вот так вот и все плавать там дружок вот сразу же 2 поклевка еще перекинуть не успел он о о пошел паровоз паровоз смотрите паровоз паровоз ребят про паровоз был немного даже на картика похоже хорошая рыба должна быть должен быть хорошие ребята удочка хорошо гнется класс неожиданно вообще неожиданно друзья в сторону куда поешь ох как жмет поджимает мне в сторону повел туда надеюсь да карта приятно то что взял и сюда дружок давай 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 исток папочки есть есть ребята есть карп тихо такой бойки вообще вот он есть ребята дождался надеюсь видно вот такой красавчик класс такие прыгает из рук врывается надо его ведра закинуть отлично сейчас вот эти две рыбы клюнули почти сразу же одна за другой прям так ладно сейчас быстренько перекидываюсь снова закидываю может еще повезет не будем время терять все классно в карповые ловли донки закинул они ну-ка есть поклевка будет услышишь как бы и не надо их сидеть охранять сейчас вот пойду какими-то другими делами позанимаюсь чтобы не сидеть не скучать возле удочек пойду сейчас майя посмотрю как она там ягодки кушает и тоже поем наверно с ней она там уже много собрала наверно что как два ничего себе там смотрите гуси там сколько гусей здесь рядом боится то что я сейчас закусают они ничего себе то ягод сколько собрала уже смотрите ребят сколько ягод ну уже полное ядро почти она говорит если бы не ел было бы полное да класс я там кстати карпатного поймал и карася представляешь на следующий раз можно будет приехать и на костре пожарить до этого карпа пообедать класс вообще погода такая классная не жарко солнце ну такое сегодня этот облачный такой день он видите такие тучки иногда есть и сидели очень классно не жарко так приятно температура где-то плюс 20 градусов наверно такая комнатная приятная температура средняя мы там объедается ягодами витаминами запасаемся сейчас я тоже здесь полазию покушаем и этот может пока я здесь кушаю там карпик какой-то клюнет в общем всем приятного аппетита надеюсь у вас тоже ягоды есть там потому что этот наверно влаги больше высыхает там когда жарко будет они высыхать начнут вот а и Продолжение следует... Не так близко. Продолжение следует... Вот такая вот... Ну, чтобы посмотреть, может быть, какая-то разница будет. Тоже дело удачи, как бы, но этот... Интересно все-таки поэкспериментировать с разными вкусами. Я еще добавил... Хочу добавить еще... Ну, добавил уже... Вот такой вот ароматизатор клубники. Тоже от компании Carpumania. Здесь вот... Написано, предназначен для усиления... Вкуса и запаха. Ну, я так понюхал, такой аромат вкусный. Клубничка, там буквально несколько капель. Можно вот еще покапать. Вот. Достаточно будет. Борщить не надо, тоже с ним так. Просто можно... Добавить аромата для интереса. Вот так. Сейчас тоже сюда водички добавлю, размешаю. И... Одна улечка пусть такой стоит прикормкой. Так, ну что. То, что я просил Поседона, он меня услышал. Может быть, услышит еще раз. По поводу более крупного карпа. Поседон, спасибо тебе за эти две рыбы отличные. Если трофей подаришь, я вообще рад буду. Давай, Поседон, порадуй нас. Подари нам карпушу. Покрупнее. Хороший заброс получился такой дальний. Прямо прям в логу. Прямо туда, где карпы прыгают. Прямо прям в логу. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо вытащить, проедить, да? Рыба, наверное, попалась, ребят. Что там такое, интересно? Ну что так некрупное там, судя по поклевке, там карась, наверное, какой-то. Вон, видите? Что-то там балуется. Думаю, что-то некрупное там, вон, натягивает. Сейчас вытащим, посмотрим. Куда-то в зацеп рыба ушла. Что-то в сторону повел. Пока непонятно, что там. Что-то... Карась, походу, делает что-то. То ли за пробку был зацеплен, то ли что. Понятно было. А, зацепился за другую домку еще. Да, есть там. О, что-то неплохое там. Ну-ка, иди сюда, кто там. Пока не пойму, что-то не выходит. Но что-то неплохое должно быть. Иди сюда. Только не сойди, только не сойди. Ну, давай, 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 давай. Ага. Есть. Снова карпик, ребята. Хорошая засечка, видите? Прямо под нижнюю челюсть. Вот такой вот сазанчик. Такой же где-то. Около килограмма, наверное, такой. Отличный класс. Второй пойман. Вот он красавчик какой, видите? Горох работает отлично. Прикормка тоже работает. Вот, которую я попробовал. Отлично сработало. Если так дело пойдет, может какой-то вообще крупняк попадется. Так, ладно, давайте его закинем. Ведро туда. Пусть в ведре плавает там. Закинуть. Рыбалка неплохая получается. Там нет-нет, такие всплески слышны прям. Сейчас вот против солнца не видно было. Ну, всплеск вообще огромный. Ну, такой огромной рыбы какой-то был. Прям загорало, прям слышно было. Такой удар по воде. Или белый амур был, или карп. Ну, вообще мощно прыгнул там. Если бы такой вот сел бы, вообще классно было бы. Я думаю, если надеяться, как бы все правильно делать, то рано или поздно все равно попадется. Я вот пошел от греха подальше. Надо свою травку щипать. Надо домой такого забрать. Собакам играться. Так, есть поклевка. Вот видите, вот качает колокольчик. Вот-вот. Что-то село там. Надо вытащить, проверить. Может там опять какая-то рыба села хорошая. Там бровка есть. Может быть из-за бровки он опускает колокольчик. Что-то сошла, что ли, рыба. Пару раздернуло и все. Так, надо вытащить, проверить, думаю. Может сидит все-таки. Нет, похоже, то, что рыбы нет. Что-то было там, но сошло. Видимо, неудачно засеклась. Но бывает такое. Видите, один горошек только остался. Но судя по поклевке, что-то некрупное такое было. Сейчас перекину. Там Майя собрала ягод. Полное ведро, вон, смотрите. Ничего себе ты, молодец. Что, чайку горячего налила? А, давай. Можно в ягоды положить чай вот так вот. Положить? Положить. Вот такой вон. В детстве чай. Вот такой. Вот такой в детстве чай пили всегда. На Синокосе. Деревня. Так, прикольно было. Потом эти ягоды горячие кушаешь. Они заварятся еще. Ну, когда этот, в чайнике кипятили на огне. Чай. Сюда вот бросали, вообще вкусно было. Класс. Класс. Продолжение следует... 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 Так, нормально, да, так? Да, так. В сметану. Угу. Вкусно. Очень вкусно, да? ну что друзья вот такая вот сегодня рыбалка получилась у нас совмещенная со сбором ягод отлично все вышло как видите мы дома уже все приготовили вот кушаем сейчас сидим очень вкусная рыба получилась сметане запеченная всем приятного аппетита надеюсь было интересно всем большое спасибо за просмотр увидимся на следующей рыбалке в следующем видео всем пока экстренно выключаемся надо ужинать все вкуснятина я не думал что со сметаной так настолько вкусно я знал то что вкусно ну то что настолько вкусно даже как-то леща готовил еще на сметане ну лещ не знаю не такой прямо вот сазанчик как-то по вкуснее мне кажется а из ягод моя сделал такой вот пирог очень вкусный смотрите мы уже съели больше половины даже уже улетел здесь цикорий я заварил и мы короче схомячили мигом очень вкусный пирог из ягод получился еще самая голодная собака на планете и 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